АПЛОДИСМЕНТЫ И вот теперь Мавродий Сергей Пантелеевич, тот же самый, не двойник, предлагает нам сделать, ну, в общем-то, то же самое, проделать тот же трюк. Сергей Пантелеевич Мавродий расшифровывает новое МММ как «Мы можем многое». И вот что он обещает. Все вкладчики, ну, это вкладчики, участники системы, разбиваются на десятки, сотни, тысяч и так далее. Структура, структуризируется. Значит, вот вы открываете его вкладчик, переводите деньги, покупаете билеты. Будут введены опять эти билеты. Если кто-то в МММ играл, помнит, никто не играл. Ну, как бы расчетная единица. Билет, там акция, какая разница. Виртуальный билет, это не ценный бумага, ничто, просто фаник. Они будут расти в цене темпами 20% месяц, как я и говорил, и 30% для инвалидов, 30% месяц для инвалидов и пенсионеров. Кто он? Циничный мошенник, которого нужно срочно остановить, или просто честный человек, который назвал вещи своими именами? Это программа НТВшники. Здравствуйте. Сергей Маврогин. Сергей Пантелеич, скажите, вот если не секрет, спортивный костюм, кроссовки, это вид бизнесмена будущего или подпольного миллионера Корейка? У меня больше нет ничего, к сожалению, нечего одеть-то больше. Все же изъяли приставы, у меня ничего больше нет. Ну а я правильно понимаю, что какую-то часть ваших доходов вы должны выплачивать вашим бывшим вкладчикам? Да, конечно. А доходов у вас нет вообще? Доходов мне нет вообще, но вообще ситуация совершенно вопиющая. Вот хорошо, я преступник, я там мошенник, как бы то ни было. Ну как бы то ни было, я свое получил, я свое отсидел. Почему же после всего же этого суды сейчас принимают гражданские иски ко мне? Вообще меня что миллион раз можно наказывать? Ну а много уже набежало по этим гражданским искам? Сколько вы должны? По гражданским искам ситуация следующая, что сейчас вроде бы приставы объявили 4 миллиарда, но ситуация следующая, что все вкладчики, они приходят и все, естественно, заявляют, что они покупали 1 февраля, то бишь, что 27 раз у них все выросло. Суд не имеет даже возможности этого проверять из-за того, что такое большое количество заявлений, он все иски удовлетворяет автоматами. Это все с потолка суммы берутся. Более того, то есть эти суммы, они выссяны из пальца, но не в этом даже дело, что вот если бы я вдруг завтра что-то заработал, каким-то волшебным образом, непонятно каким. Да устроитесь дворником, получайте 8 тысяч рублей, 2 тысячи с вас приставы будут отдавать, чтобы бабушкам на всех поделить, и 6 вам будет оставаться на хлеб, и вам откроется, не знаю, выезд за границу, жизнь какая-то. А что в этом вообще? Кстати говоря, вы знаете, что основатель Хопер Инвест, знаете, где работает? Ну, по крайней мере, недавно работал охранником в Иерусалимском отеле Кинг Дэвид. Кому от этого будет лучше, что я буду дворником? Сергей Патеревич, слушайте, это пиар супер, вы будете грести, мы с камерами на беже, будем вокруг все снимать, каждый ваш влюбок. Такая пирамида, вы официально признаете, что это пирамида, это способ заработка, возвращение долгов вашим вкладчикам бывшим? Как работать будет МММ-2011? Там вот сейчас объявляют все время... Сразу уходите от ответа, вам с этого денег будет? Так я вот хочу пояснить, потому что нет, если вам коротко, да или нет, но нет. У десятников и у сотников один и тот же счет, который открыли вы, и туда все деньги пойдут, или у каждого свой. То есть десятник обул 10 бабушек, сложил деньги в Сбербанк, а дальше думает, что с ними делать. Как? Вот вы задаете вопросы, которые свидетельствуют о том, что вы вообще ничего не читали. Зачем вы тогда сюда пришли? Вы не знаете вообще, о чем там речь идет? Вы говорите такие глупости, которые, ну, свидетельствуют о том, что вы вообще не понимаете, о чем вы говорите. Давайте устроим культ просвет. Хорошо, давайте, господа, господа, мы отходим в сторону. Все-таки вопрос, вы планируете заработать на этом проекте, или вы не планируете заработать на этом проекте? Вот удивительная ситуация совершенно. Вот совершенно удивительная ситуация. Все воспринимают так, что вот совершенно ясно всем, интуитивно, что здесь можно украсть. И вот ситуация, что человек не хочет украсть, и всех вызывает изумление, и все этому не верят. Ну, у нас что, общество совсем больное. Невозможно там будет украсть никому. Да не красть, заработать. Называйте это как угодно. Процент, допустим, сделки там установите? Нет, никакого процента я, с умеется, этого не буду. Как будет организована система, может, я все-таки скажу? Десятники сами между собой, то есть вот организуется десятка. Десятка просто будет вывешена на сайте в произвольном порядке список. Вот ваша десятка, вот все их будут e-mail и телефоны, вы связываетесь между собой и сами выбираете десятника. Не я назначаю. Десятники связываются между собой, выбирают сами сотника, сотник выбирает тысячника. Тысячники управляющим. Не я его назначаю, управляющий. Далее, я написал на блоге, что я не имею права приказывать управляющему, не давать ему никакие финансовые распоряжения, что переведи деньги туда. Управляющий, я не знаю, кто будет, его сами люди выберут. Переводить ему деньги, я написал, что не имею права, что вот если я дал ему распоряжение, переведи деньги, это значит, что я собираюсь что-то украсть, значит, я не выдержу. Слушай, но у нас власть тоже не имеет права указывать суду, она это делает. Ну что вы говорите, правда? Ну, я написал ему, что какие еще можно, посоветуйте, что еще можно написать. Я напишу. Я вот еще раз говорю, что я не собираюсь ничего воровать. Вы про счет ответите? Счет у всех будет один, который вы им открыли? Ну, у кого? Сначала вы хотели веб-мани, потом там что-то не получилось, да? Есть расчетный счет, на который вы, наверное, будете складывать. Или опять в чемоданах, опять налом. То есть ситуация такая, что вы хотите, можете сдать налом десятнику, потому что вы должны подтвердить, что у вас деньги есть. Он положит на свой счет. Только в десятке будет у него счет. У каждого десятника свой счет, правильно? Да, он откроет свой счет. Фирму вы регистрируете? Нет, никакой фирмы не будет. Я вообще здесь не участвую, я просто консультант. То есть вся самоорганизованная система. Люди только между собой общаются, касса взаимопомощи. По десятке организуются между собой, платят друг другу, сотни и так далее. Сергей Леонидович, вот вы спрашиваете, в чем обман. Знаете, Сергей Петрович, знаете, в чем обман? Обман в том, что вы как бы героин предлагаете людям, а они наркоманы. Что предлагаю? Героин, а они наркоманы. Хорошо. Нельзя предлагать героин наркоманам. Вы видели этих людей, мы телевизионщики их регулярно снимаем. Она говорит, я потеряла квартиру в Магадане, но я снова понесу и буду играть в эту игру. Вы понимаете, она уже наркоманка, с ней ничего не поделаешь, надзирателя к ней не приставишь. Прекратите предлагать им героин. Да, я предлагаю финансовый героин. Хорошо, хорошо. Давайте мне сказать. Это предложил, пусть ответит. Да, я предлагаю финансовый героин. Сажаю всех на финансовые наркотики. Но закон этого не запрещает. А моральные оценки мне безразличны. Вот примите закон, и я не буду предлагать. Тогда скажите сначала. Разговаривайте со мной на языке закон. А не надо меня учить морально. Ну мы же не менты, ну что же мы с вами будем разбирать на языке закона. Ну и все. Не надо мне нотации читать, детям читайте. Закон я не нарушаю, остальное меня не интересует. Хорошо. Ваша целевая аудитория. Вот кто вам принесет деньги? Это бабушки, пенсионерки, студенты, бизнесмены. Принесут все. Хорошо, давайте спросим. Вот, например, Владимир Алексеев Томкин, заслуженный артист России. Вы понесете деньги, как человек, сыгравший сыщика? Не в этом даже дело. Я не знаю, есть какая-то, есть врожденная какая-то опаска, что ли. Как только предлагают что-то большое, так хочется или морду дать в ответ, понимаете? Или просто отойти в сторону, потому что это, как всегда, как правило, обман. В данном случае, мне кажется, что господин Мавроди, он потрясающий психолог, мои дорогие. Вот вы этого не учитываете. Я не финансист, я ничего в этом не понимаю. Он консультант. Но он психолог, потому что, как только возникают в нашей стране смутные времена, вы заметили, что они возникают с периодикой определенной, возникают люди, как гробовые, Мавроди, которые будут воскресать мертвых, живую воду давать, деньги предлагать. Грабли уже эти были, сто раз мы на них наступали. Лужи уже тысячу раз исхоженные, мы в ту же лужу наступаем. Но, очевидно, так устроен человек. Это начинается от Адама и Евы, от Древа Познания. Укусили яблоко, да? Вам сказали, не лазите туда, не надо. Нет, укусили. Укусили, вот мы здесь и все. Валентина Петренко, член Совета Федерации. Я была в сумасшедшем доме. Я говорю об этом правду. Я посещала одну из женщин, достаточно серьезных, которая писательница была в прошлом и так далее. Писала стихи, но вот она заболела и лечится там. А Сергей Петренко тоже пишет стихи, кстати. Да, может быть. Так вот, что интересно. Она, я ее застала за такой работой. Она писала письма и говорила, я вот распространяю, я пишу 10 писем, а вот в этом каждом письме тоже кто-то должен написать, получившись тоже 10 писем. И вложить туда 1 рубль. И мы все будем богатыми. И вы знаете, я содрогнулась, когда услышала 10 января вот вашу инициативу. По сути дела, вы вспомните, в нашей юности ходили такие письма, в которых просили посадить... И сейчас ходят. И что пройдет они весь всю планету, и вы получите огромные деньги. Ничего нового господин Мавроди не придумал. Он просто вспомнил, у него сработал мозг так, видимо, что где-то у него какая-то ассоциация прошла. Что, знаете, Инастаныч, может вы рассудите вот этот бой? Я не знаю, это вообще дурдом вообще. Вот именно. То, что было в 94... В общем, да. Это дурдом самый настоящий. То, что было в 94-м году, это была классическая пирамида. Те, кто первыми купили деньги, получали проценты за счет тех, кто пришел... Пирамида вот такая, да, стоящая на своей вершине. Значит, такие пирамиды, значит, за три месяца до конца этой пирамиды... Ну вот я выступил по центральной телевидению и сказал, что вот это закончится там в конце июля-август. То, что происходит сейчас, я хочу просто открыть маленький секрет. Почему Сергей Пантелеевич не скрывает того, что это пирамида, может быть, обман, что это в любой момент может рухнуть. Сергей Пантелеевич сейчас собирает не пенсионеров. Вот в сегодняшний, так сказать, день, в сегодняшний момент. Ему нужна команда на пиратский корабль. Он объясняет, что это в конце концов рухнет. Но те, кто придут первыми, успеют заработать. Значит, я послушал все его ролики. Честно он говорит. Очень честно. Он говорит, он говорит, те первые, кто придет, они успеют заработать за счет там этих старушек, которые... Где я такое говорю? ...появятся, может быть, не появятся. Где я такое говорю? Но вот это набор команды пиратской, которая начнет отнимать деньги. Все. Вся история. Именно поэтому он не скрывает того, что это в конце концов рухнет. Это пирамида несколько другого типа. Потому что сначала набирается вот эта сетевая структура, может быть, по модели сетевого маркета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok